Колонка самая ближайшая ко мне. Я постоянно к ней хожу за водой. Она же с самого начала декабря встала работать. Видите? И все. И бегаем, и воду ищем везде. Эта колонка находится на соседней улице. Правда, нужно пересечь оживленную трассу. Но теперь за водой из самых дальних домов приходится идти аж 5 километров и везти фляги на санках. Мы решили проверить колонки, которые находятся чуть подальше. Это переезд по улице Линейная. Здесь даже немножко пытались расчистить, откололи лед. Ну что, попробуем? Как мы видим, воды здесь тоже нет. Скважины в некоторых домах есть, но для питья такая вода, по словам челябинцев, непригодна. Даже для полива грядок она мало подходит. Даже с фильтрами, даже с системой качество воды метров с 25-30 доходит в 4 больше примесей, чем в водопроводной воде. Но и такие возможности есть не у всех жителей улицы. Некоторым челябинцам для бытовых нужд приходится топить снег. Проблема повторяется каждый год. При этом некоторым жителям до сих пор продолжают приходить квитанции за воду. Счета приходят с заплативами колонками. Но колонки-то не работают. А сколько платят? Ну, того, сколько прописано. Ну, рублей 300-400 в месяц. Если народу много прописано в доме. Где-то так примерно. Жители рассказывают. В водоканале им предложили провести водопровод практически за миллион рублей. Плюс нужно оплатить подведение к дому. Но такая сумма для жителей неподъемна. Мы отправили официальный запрос в МУП по ОВВ. Озвучим ответ, как только его получим. Венера Каримова, Дмитрий Решетников, 31 канал.